третий день как володя уехал воскресенье сегодня вторник и постоянно спрашиваю покажите как вы обедаете как ужин уже сколько раз показывал самые популярные ваши вроде ролики такие ну чё сказать то вот володя уехал он маленько оставил я попросил написать его что где брать ну тут все написано да и он оставил мне наварил картошки картошки нечищенные вот она в ладони сколько посмотри какая картошка сколько здесь лежит покрупнее даже маленькая есть я положу здесь вот нечищенная она стоит а я ее беру и ем вот она все на одной ладони мелочь как-то это не горох ну что хлеб одна булка оставалась я изрезал вот она лежит у меня изрезанную как на сухари утром звонят сестра когда будете дома к обеду она хотела утром принести что-то не надо мне говорю не надо через стенку вот она рядом у меня же две сестры живут тоже еще надо ничего не надо у меня рассчитывается нечем это я серьезно говорю да как так да так я не нуждаюсь просто в этом у меня хлеб есть вот вверху посмотри сколько висит сумочек это все с сухарями вот там есть маленько гальян видимо где-то сушеный и что-то еще там какие-то семечки или вот и при приезжают сестра елена и привозят все таки что суп какой-то от баночки покажу вот он здесь вот он с чем тут видать его даже видать это одно второе субботу будет лазарю суббота требуется икра привезла икру баночка такая вот махонька не надо никаких вот кто-то запечатанное 4 пряничка маленьких вот она готовила но по сравнению с рукой тут видно гречка дальше вот это что-то такое тут баночка пол-литровая покажу я что тут такое не знаю даже что просто не знаю а здесь тоже какое-то как варенье или что вот это как его сказать хидровые зерна томата ну орех тоже вот сколько сух эти такие как тени или что-то это все за раз прислали не надо бесполезно вот большая бутылка полторашка чем она налита знать не знаю дальше банка банка литровая видимо с огурцами отдельный огурец зимнее время я не могу не отбиться ничего и морковка моркови еще прислали а у меня свой лук тоже луку прислала одна сестра вот посел сейчас садится за стол а вы на халяву там как халяву я им говорю не надо у да вы для нас что сделали это разве сравнить другое то ну я правда целиком отдаюсь они уверовали через меня эти люди ходили на занятия университета обратились мирская жизнь закончил ну прям люди очень хорошие вот видно что господь избрал их а тут вода вот я принес вода три ведра на столе стоят и мы даже нисколько этим не смущаемся кастрюли 2 здесь да там сколько посчитал 9 дым их 10 нету кастрюли обернулся сюда а тут чайник у нас я его защита володя уехал я не топлю они топят тут соседи топят а не топлю а почему а вопрос зачем я те легко переношу эту я оденусь у него валенки он есть на на улице надо пойду на солнышке погреюсь и вот такой наш обед так это не все не все у меня еще тут такое есть это не каждый имеет вот вот покажу я о мед так у меня не одна банка это трехлитровая банка вот нынче он продавал дешевле тысячи рублей можно сказать это пенсия то маханьки но все равно я купил вот кто-то принес там вот здесь вот печенье когда рыбный день рыбу испекут отбиться никак нельзя почему потому что если я день и ночь для людей пытаюсь что-то делать это даже яблоко вот еще есть это картофель это луковицы вот садись и ешь благодари бога во что обошлось ни во рубля и вот это что если мне это на несколько дней хватит так это все господь устрояет а у кого ничего нету сколько раз захожу на один и тот же ролик заходит все жрете и жрете голодный видно я холодильник у меня нет холодильника там сенка что-то есть я не знаю не хожу накормить кошек вот им тоже счета володя приготовила я дал вон там она у них сяшка есть помыл все сделал вообще из-то было вы еще больше нету благодарение богу вот показал обед обед сегодня 12 апреля 2022 года вторник все больше ничего и не показывать не надо этого разве мало так мало того еще вот что володя принес это свои трехлитровая банка со своими сибирскими яблоками мой это я еще не показал тут черноплодка тут еще что-то растительное масло полная банка вот какая это тоже помогают люди ну и люди предприниматель тут не предприниматель а директор одной фирмы всегда дает что не напишешь и люди добрая очередь а ведь я только как директор детского лагеря без помощи государства 45 лет и три года уже в новом формате гостями принимаем все бесплатно и поэтому находятся спонсоры ну спонсор это не просто так они же знают что помогаем кому вот так я не покажу себе видит меня или нет может и невинность не знаю я один сам погарнул сюда и я прошу у меня находятся люди такие я напишу что мне надо 10 мешков муки это господь говорит так что чтоб друг другу помогали они знают что я здесь целиком вот он однажды обратился к депутату а депутат избран был от воинской части макаров сейчас уже не знаю где он есть и я говорю нам нужно овсянки крупы а сколько надо я сказал там сколько надо надо и они привезли сказать страшно четыре с половиной тонны ну конечно деревенским там раздал и ну и мне нужно там еще что-то было а я разговаривал прокурор края генерал-лейтенант параскун юрий федорович он сразу дал указание районному сухов прокурор он сам принес а я после операции был и он сам все перетаскал прокурор но где-то кто видел такое на дармавчинку живете нет вот кто-то опять звонит чё кто звонит не прости что без предупреждения да не без всяких предупреждения ты раньше позвонил я тебе отвечаю тебя нет у меня это времени это делать если позвонил жди когда я тебе отвечу побрякал у тебя я вижу еще телефон намного дольше звонит нет уже отключился ты сидишь дома я сегодня из типографии у меня посчитай сколько дел то как будто я понимаю поэтому прошу прощения что без предупреждения не надо прощения ты просто как-то участвует мы как-то быстро скорчужились никому не нужны сидите дома а меня только утром захватили привезли из типографии а там сколько дел не просто так много дела их никто не делает поменьше разговаривает я говорю ты молочишь дальше не слышишь я тебе говорю мне твои слова не нужны у тебя ты ничего не можешь дать потому что ты коллегка ты ходишь по комнате там и все я рассказываю а ты слушай мы делаем дело которого всем мире никто не делает новый завет с толкованием с гравюрами а типографии то повысили цену в три раза почему бумага и вот мы только вернулись да мало того и договорились и что написала все подписи заверила пищать поставила я уже отсканировала тасса то стал по россии вернувшись домой вот как ты если звонишь тебя по делу надо ты выходи от 4 до 4 москвы вот что тебе надо подготовь вопросы и все время выключай молимся все время летишись на экране я съемку виду а ты стоишь там губы отквасил зачем мне это нужно даже в 3 часа не выходить у меня дочка в 7 часов вечера придет она поможет убрать этот экран у меня другая аппаратура новая в которой я не понимаю ну понимай учись аппаратура ты там еще не делаешь две кнопки нажать я не понимаю мне приходится на пейджмейке фотошопе работать а я старше тебя ну проблудили мозги то теперь не знаете что делать под старость прямо согнулись старик больной ноги никакой болезни нету я не болею я не болею а почему я не болею потому что колени другое не сгибаются я на поклонах на поклонах и перестает болеть где что-то надо где-то я бегом бегаю с собаками купаюсь собираю ягоды на деревья лажу согнулись а какая-то даже рот закрыть не могут стоишь ходишь губа отвиснули рот раскрыты все время чего-то не стыдно вам еще надо жить активно ты меня слышишь слышу слышу я тебя не вижу я тебя не вижу я тебя не вижу сейчас ты даже разговариваешь я уж тебе ладно это вижу коллега надо обязательно что было видно слышно ты же знаешь что тебя я не вижу и даже нужны тебе нету но это ты не болячка какая-то небрежность неуважение к людям прорисовали голых баб то теперь сидите одни но я не знаю но еще не знаю тебе знать не надо еще говорю то слушай я слушаю все да не думай обижать оби обиды показывают что ты мертвец уверующие разве мог быть обиды когда все вокруг наполнено микробами вирусами и бог все побеждает через наш организм да какая у меня обида у меня на тебя обида никогда нету но у тебя не было у другого были но ты насчет этого молодец обид у тебя не было я тебя строчил сколько раз спасал тебя считаю от смерти ну все брат есть вопросы еще ну вот с этим экраном все мне в три часа теперь не выходить не знаю заходи выходи но только нажми тут и все чтоб тебе показали куда отжимать то не выходить от твоего дела но с правила определенные за этим смотрят я хочу и хочу с вами и молиться заниматься все хочу все прекрасно это прекрасно но делай правило никаких у тебя хорошо алексей матюшин ты кажется и горович да ну вот у нас не положено никакие ники придумывать имена там энштейн или там менделеев всякую глупость и фотография своя должна быть у тебя хорошая фотография борода видать очки видно да я никакие имена не придумываю зачем они мне ты меня не видишь или видишь тебя хорошо вижу ну ладно бога слава богу я тебя записываю но я себе не нужен ладно нет тут надо разобраться с экраном все делать так чтобы его не не было во время молитвы во время чтения слова божия вот этого чтобы не было кнопку нажать нажать кнопку посередке там написано нарисован аппарат в самом низу я по телефону не знаю я говорю на экране у меня у меня у меня процессор большой у меня очень большой компьютер настоящий ну все телефон это дочка мне его это ну да зачем за чужой счет дочка так алексей игоревич я отхожу до свидания до свидания